Уральские полицейские предупреждают, мошенники не дремлют. В квартире пожилой женщины, которая незадолго до этого проводила сына на работу, раздался телефонный звонок. Мама, я сбил женщину, она в реанимации развития темы у Ольги Бертье. Жуткий стресс для любого родителя узнать, что его ребенок попал в беду. И эта женщина не была исключением. Она вспоминает, голос в трубке тут же сменился. Собеседник, называвшись следователем, по ходу разговора сообщил, Чтобы сына выпустили и все утряслось, нужно перечислить через терминал больше 200 тысяч рублей. Тут уже не просто стресс, а шок для матери, тем более, что таких денег у нее просто не было. Предфинал этой истории. Женщина пошла в один из навуральских офисов, где стоят терминалы, перечислять 50 тысяч рублей. Предупрежденная никому ничего не рассказывать. Когда позже она будет давать показания в полиции, ей скажут, что все это простая мошенническая схема. Игра на чувствах, на страхе за родного человека. Вы знаете, когда вот так вот позвонят, что сын попал в Италию, да он сбил жену, девушку, тут не до этого. А вот сейчас он вам что говорит, вот когда он уже узнал, что вас пытались, воспользовавшись его именем, как бы обмануть, что он вам говорит? Он мне говорит, вам да ты не верен, по-моему, когда. То есть смотрите, кем бы вам ни представлялись, все-таки перезвоните, будьте хитрее. Потому что злоумышленники держат, не дают опомниться, они именно вас психологически воздействуют, что человек находится, конечно, в волнительном состоянии. Ребенок самое ценное, что у нас есть, это наши дети. Как показывает практика, чтобы спасти близкого, русская душа способна на многое. Ни с кем не советуясь, не попытавшись увидеть родного человека, которого якобы обвиняют в преступлении и даже не проясняя для себя всей ситуации, люди, по сути дела, идут на дачу взятки, бросаясь перечислять крупные суммы денег неизвестным. А потом плачут в полиции, с ужасом понимая, что их обманули. Вероятность раскрытия подобного рода мошенничеств ничтожно мала, вероятность возврата денег и того меньше. Этой женщине повезло. Сотрудники офисов и учреждений, где стоят терминалы, сотрудничают с правоохранительными органами. Проинструктированные полицейскими, они бдительно интересуются у клиентов, какие именно перечисления они осуществляют и куда. Когда женщина, вопреки запретам, которые получила по телефону, рассказала им все как есть, Сотрудники не дали ей совершить операцию, вызвали полицию и, что называется, благодаря добрым людям, деньги мошенникам эта женщина не перечислила. А вот другая пенсионерка на прошлой неделе, получив абсолютно аналогичный звонок на телефон от якобы сына и якобы следователя о ДТП избитом человеке и точно так же поторопившись перечислить деньги, чтобы спасти сына, обманула сотрудников офиса, которые следят за терминалами, Честно не рассказав, какие именно платежи она совершает, женщина в несколько заходов перевела мошенникам 100 тысяч рублей. Если вы получаете какую-то информацию, попробуйте ее перепроверить. И не пытайтесь дать взятку должностному лицу, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Все-таки обратитесь в правоохранительные органы, либо в медицинское учреждение и уточните, доставлялся ли такое или такая-то, что в отношении его, и либо самому родственнику позвоните уже, что вообще, что с ним происходит, где он в данный момент находится.